Самое обычное утро в многофункциональном центре. Первые посетители уже получили талоны и терпеливо ожидают вызова оператора. Внезапная пожарная тревога нарушает привычный ритм работы. Внимание! Пожарная тревога! Творочувствия покинут помещение. В процесс эвакуации посетителей включается весь персонал центра. Людей провожают к противопожарным выходам. В первые минуты важно не допускать паники и действовать согласно инструкциям. Однако не все посетители отреагировали на сигнал тревоги. Многие попросту его проигнорировали. Таких клиентов приходилось буквально упрашивать покинуть помещение. А ведь в реальной чрезвычайной ситуации такое безразличие может стоить жизни. Как показывает практика, среди, допустим, сегодняшних 40-50 посетителей, порядка 10 человек отказываются просто выходить из здания МФЦ, потому что они пришли получить сюда услугу. И то есть на сигнал пожарной тревоги реакции у них практически никакой нет. Приходится лично подходить ко всем этим гражданам и за руки, и просить их покинуть помещение МФЦ. Само помещение оборудовано необходимой системой противопожарной безопасности. Каждый кабинет и рабочие места операторов укомплектованы огнетушителями. По всей площади центра расположены тревожные пожарные кнопки. На потолках датчики пожародымозащиты, которые в случае возгорания подадут сигнал тревоги. Особое внимание уделено потенциально пожароопасному помещению. В серверной, где расположено основное электронное оборудование, смонтированы специальные пламягосящие устройства. В случае пожара капсула активируется и потушит очаг возгорания. Кроме того, регулярно проводится инструктаж сотрудников. У нас раз в квартал проходит инструктаж подробнейший, отмечаемся в журналах. За каждым сотрудником закоплен порядок действий, который он должен выполнять в случае чрезвычайной ситуации. Слава Богу, такого еще не понадобилось. Я думаю, каждый из нас не запаникует и выполнит все, что ему положено, и сохранит жизни себе и посетителям. Результатами проведенных учебных мероприятий я полностью удовлетворен. Коллектив отработал слаженно, что показали сегодняшние результаты. В случае необходимости при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации на территории многофункционального центра, все посетители, а также все сотрудники будут защищены на 100%. Эвакуация посетителей прошла менее чем за три минуты. Сотрудники четко отработали полный алгоритм действий при пожаре. Но в случае реальной угрозы многое будет зависеть и от самих жителей. Поэтому при любой возможности проверьте и себя, насколько вы сами готовы к возможным чрезвычайным ситуациям. Руслан Душевский, Анапа. Регион.